Это видео появилось совсем недавно, но уже успело облететь весь интернет. Герои на льдине – рязанцы, для которых это путешествие стало простым сплавом по реке. Льдин у нас делал вот такие движения, потому что был легкий ветерок и маленькие-маленькие волны. А в целом мы врезались в берега, потихонечку так, и она немножко крошилась, разламывалась, но не так, чтобы пополам. У мужчин на ледяном плоту были и спасательные жилеты, и веревки, и даже небольшая шлюпка. Но последняя не для самоспасения, а на случай, если понадобится сложить в нее вещи и пустить следом за льдиной. Все путешествие они продумали заранее. Все, встретились с другом в субботу, такие, пойдем, пойдем. Все, взяли бензопилу, отпилили на следующий день кусок такой хорошей льдины, да и погнали. То, что звучит легкомысленно, требует большой подготовки. Льдина годилась не каждая. Выбрали площадью 5 на 10 метров. Ну а дальнейшие приключения известны всему интернету. Вопрос был только с конечной точкой маршрута. Заранее ее не продумали, просто знали, что место для остановки начнут искать с 5 часов вечера. Льдина планы изменила. Начала трескаться пополам в 4. Выбрали один момент, немножко поработали весны, где-то полчаса, и уже вот так вот поближе к берегу уже приблизились. И у нас было всего лишь 5 секунд, чтобы выбросить вещи и выброситься самим. То есть прямо на ходу мы выбрасывали вещи вот так вот на берег, чтобы их потом собрать. Пока я выбрасывал, льдина уже разрушалась, она подо мной проваливалась. То есть я вот такой по пояс проваливался. Вылазил, снова выбросал вещи. И там уже на третий раз я уже прыгал, ну по сути, в воду, потому что до берега было где-то метра два. Сам Кирилл Буженин свое путешествие на льдине путешествием не считает. Для него это просто способ провести выходной. Кирилл – путешественник, который любит на суше прокатиться на мотоциклах и по воде на яхтах и лодках. Сплав Паке и вовсе хочет сделать ежегодной традицией, но своей. Я знаю точно, что такие подвиги, они совершаются во многих городах случайно, рыбаками. Но это же ведь так у них не задумано. А у нас-то спланировано и задумано. Не стоит это повторять, конечно. Но я не хочу быть примером. Так что да, думайте сами, конечно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».